Земля под строительство жилья в деревне Ильинское, что называется, ушла с молотка еще 4 года назад. Тогда на аукцион выставляли больше 80 участков. Однако спустя столько лет никто из собственников так и не заселился в новые дома, а кто-то и вовсе не смог начать строительство. Обещано через Вологодский район, что при строительстве под Ежесе будет проведена газификация, электрификация и канализация с водопроводом. Но прошло уже 2017 год и даже не то что газификации, у нас даже нет автомобильной дороги. А значит подвозить стройматериалы проблематично. А в этом году проехать к своим участкам было попросту невозможно. Единственную дорогу размыло из-за обильных осадков. На машине нет трактор, квадроцикл, да, что-то можно привезти по мелочи. Но для стройки там же нужны большие объемы. В этом году материал вообще не завести было. Тут машины вязли. Мы подсыпали тут не один раз уже. Товарищ вообще 80 тысяч вложил. Как бы хотели собрать деньги, но люди тоже не хотят собирать, потому что администрация как бы обещала дорогу построить. И спустя несколько лет обещания сдержали. Деньги в администрации района нашли. Дорогу начали строить пару недель назад. Тропу подрядчик засыпал песком, но беспокоятся собственники. Из-за некачественной работы дорога вряд ли останется целой. Даже до весны земля уже осыпается в канаву. Надо было как-то спланировать. Вот посмотрите, оканавили. Вот улица, так вот столбы стоят прямо так. Параллельно столбам бы как-то прокопали. И где-то ведь должны коммуникации, если будут. В конце концов, если обещали, наверное, когда-то должны коммуникации быть. Что интересно, насыпь заканчивается там, где только начинаются постройки. А это значит, дорогу проложат не больше, чем на 150 метров. Получается, к участкам за моей спиной добраться на машине будет по-прежнему практически невозможно. По словам местных властей, это действительно весь участок дороги, который сделают в ближайшее время. На его ремонт выделили почти 500 тысяч рублей. Но, как утверждают чиновники, чтобы выполнить работу в качестве, на средств нужно в 10 раз больше. В районной администрации пообещали проконтролировать работу подрядчика. Но когда будет сделана основная часть дороги, неизвестно. Ответ везде один – нет финансирования. Это значит, все инженерные коммуникации и инфраструктура, о которых заявляли при продаже 4 года назад, появятся. Но не скоро. Как оказалось на деле, у красноречивых обещаний просто нет временных рамок. Елена Карпенко, Игорь Трифонов. Время новостей.